Добрый день дорогие друзья, это очередная программа Сусалить с Евгением Сушником, сейчас мы находимся в гостях у Коли Васина в Санкт-Петербурге на Пушкинской 10, офис храма Джона Леннона, пойдемте познакомимся с Колей Васиным, я буду сегодня за оператором, поэтому буду за кадром. Другое, другая культура, другое мышление, там не от Бога, а от веячества, чем бабы цепляют мужиков, не знаю что ли, ну ты даешь. Здравствуйте, расскажите как у вас зовут и что у вас за помещение? Помещение, это помещение брат, пул в земле, это центр не только географический, но и духовный центр Санкт-Петербурга, вот что это, это помещение, это место где живет дикая идея храма любви, мира и музыки Битлс в Санкт-Петербурге. Под сенью Джона Леннона, конечно Джон Леннон, наш папочка и наш гуру, чудо, просто чудо нашего времени. Это человек, который имеет статус, ну и Бога, ну по крайней мере человека номер один, 20-го и прочих веков. Одним словом мы любим Джона и его музыку, строим храм, для того, чтобы спасти Санкт-Петербург, Россию от дураков, от бесов, от сердца. У вас на полке стоят книги, расскажите, что это? А вот это отличная коллекция книг о Битлсе и о Джоне, здесь больше 200 книг. Со всего мира, конечно со всего мира, это лучшие книги Англии, Америки, Канады. Ну, Европы тоже, Европы тоже. У вас еще есть альбомы Битлс? Все, есть альбомы. Дальше больше 500 сидишек, только музыка. Дальше идет коллекция моих любимых сидишек. Еще в начале 90-х я перешел на сиди совершенно. Потому что качество лучше, да? Качество лучше и удобнее, и как-то, ну что ли, комфортнее. Пластинки мне, правда, надоели. Они, на мой взгляд, я любил всегда пластинки. Вот стоят до сих пор мои старые пластинки 60-х годов, на которых я вырос. Вот все диски Битлсе и Джона. Вот коллекция сольных дисков LPs Джона. Вот коллекция Ринга, все сольные альбомы Ринга. Вот Джордж, коробочка Джорджика. Вот коробочка Битлов. Все 14 пластинок Битлов в этой коробочке. Все, что они записали за 8 лет, пока были вместе. От 62-го года до 70-го. Все диски здесь есть. Вот лучшая книга о Джоне. Железная книга. Я ее называю Железная книга. Она называется Джон Леннон в Нью-Йорке. Она имеет, эта книга имеет, как бы, железную обложку. Когда ее смотришь, листаешь просто, ложь на колени, то уже через 2 минуты колени становятся холодными, как будто ты в подвале сидишь. И ты ее убираешь с колен и поднимаешь. Отлично. А расскажите о храме, который вы хотите построить. Вот мы строим храм. Храм – отличная идея, посланная Богом в Санкт-Петербург. И прямо в мою душу. 20 лет назад мне приснился храм. Представляете, ребята? Уже 20 лет я приснился эту идею, как параноик. Как сумасшедший. Меня и на сумасшедшем называют. Ну, я не обижаюсь. Наоборот, я даже рад. Потому что быть такими, как они, нормальными, меня не устраивает. Эти все люди за пределами моего офиса. Они меня не устраивают. А давайте вы покажете на примере, что это за храм. В центре стола главная модель, моя работа – это керамика. Это моя любимая модель храма. Я ее сделал в 95-м году. Вот таким храм будет на берегу Финского залива, когда мы договоримся с властями. Найдем 60 миллионов долларов. В углу отличная белая модель храма. Это макетчики уже делали мои друзья-архитекторы. Вот здесь вот маленькая модель храма. Вот это вот, как светильник рождественский, вот со свечкой. Видишь, свечечка? Угу. Храм построят на берегу Невы. На берегу Финского залива, в устье реки Смоленки. Вот картинка синяя стоит. Вот там храм вписан в берег залива. Вид от метро Приморская. Вы были около Приморской метро? Ты живешь там. Вот Смоленка, знаешь, там островочек. И вот на этом островочке мы визуально выбрали место для храма. Но власти, вот я уже 20 лет пишу им письма, и они все время... Они не дают ответы или говорят что-то... Они так отвечают, что это не ответы. Просто это не ответы. Маска. Да. Это просто отписка. А вот смотрите, если так получится, что этот храм все-таки построят, что в вашем умении изменится в жизни? Да. Все изменится, все изменится. Люди будут веселыми, танцующими, все будут обниматься, целоваться. Будет All you need is love будет летать над городом. Везде будут наши тумбы с надписью love, 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 love. Люди поймут, что все, чем они еще не раньше, все это ерунда. Вы думаете, один храм все это решит? Все решит храм. Этот храм даст новую волну, новую искусство, новую музыку. Россия выйдет из кризиса. В России сейчас ничего нет. Ни героев, ни музыки, ни правительства нормального. Ничего. Потому что все погибло. За эти 70 совковых лет все уничтожено было. Все подрублено под корень. Все лучшее было. Или разогнали по всему миру, или загнали в концлагеря. Все. Или во Второй мировой войне погибли. Убой, убой, они очень много устраивали. А вы не хотели бы приехать в эту страну? А? Вы не привыкли? Слушайте, я человек. Я патриот. Я чувствую себя человеком. А в какой стране вы бы хотели? Я human race люблю. Я люблю человечество. Я сам по себе демократ. Я просто демократ. Понимаете, мне кажется, в нашей стране нет таких условий, чтобы воплотить вот эти идеи в себя в реальную жизнь. Вот когда храм будет, ты узнаешь, что условия есть. Для этого нужно, чтобы нам поставить. Если они смогли довести Россию до того, что она погибла, и еще половину оставшихся загнять в гроб, то то же самое можно сделать наоборот. Но это сложнее. Сложнее. Сложнее, сложнее, потому что люди ни во что не верят. Люди, даже мои друзья, которые любят беду, что-то они не могут слово храм прояснить. Темпл. У них язык не поворачивается. Я говорю, ну скажи темпл. Скажи год. Давайте запишем последнее слово о нашем гробе. All you need is love. We need the temple. We want the Beatles. Да здравствуй, Джон. Да здравствуй, свобода. Свобода превыше всего. Вот что нам надо. Нам нужна свобода. Без свободы ничего хорошего здесь делается. Love is free. А фри и зла. Друзья, с вами была программа с усами, с Евгением Сушниковым. Мы были сегодня в гостях у Коли Васина, основателя офиса храма Джона Леннона, который он собирается построить на берегу Невы. До встречи.